Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Бузовский. Я тренер по постановке голоса, технике речи и публичного выступления. Когда ко мне приходят ученики, самый частый вопрос, который я слышу, «Как преодолеть страх публичного выступления?» В этом видео я дам несколько советов, которые вам сразу же поможут. Прежде всего, давайте разберемся, из-за чего появляется страх публичного выступления. Любой страх – это недостаток опыта в чем-то. Поэтому, как еще говорил великий Дейл Корнеги, «Если вы в чем-то не уверены, наработайте себе позитивный опыт». Есть такая статистика. Для того, чтобы выступать более уверенно, каждый ученик должен выступить более 20 раз, около 20. На моем двухдневном тренинге каждый ученик выступает около 30 раз. И уже в завершении второго дня каждый чувствует, что для него выступление – это уже легко, и начинает получать от него удовольствие. Поэтому, прежде всего, наработайте себе опыт позитивных выступлений, и вы уже будете чувствовать уверенность. Уверенность в том, что вы можете выступать, и можете это делать легко. Второе. Второе – это контроль тела. Вспомните, как ведет себя ваше тело, когда вы боитесь. Оно сковано, руки опущены. Еще до того, как вы вышли выступать публично, вы должны быть уверены, что ваша мимика, она несет уверенность. То есть, ваши глаза не напряжены, ваша челюсть не напряжена. Как же размять эту самую мимику? Выполните на протяжении 30 секунд любую разминку. Вы можете просто активно покривляться глазами, носом, бровями, губами и челюстью. Самые разные мимические выражения. После того, как вы выполните такое простое упражнение, вы почувствуете, как вам уже намного легче контролировать вашу мимику. А это очень важно. Если вы хотите в процессе публичного выступления чувствовать уверенность, начните проявлять уверенность всем телом. Что я имею в виду? Прежде всего, это прямая осанка. Просто просканируйте себя сверху донизу. Ваша мимика должна быть расслаблена. Легкая улыбка на лице. Никакого напряжения в глазах. Ваша грудь должна улыбаться. Должна быть полностью раскрытой. И самое важное – это положение рук. Когда вы что-то говорите аудитории, жестикулируйте на уровне груди. Не делайте низких жестов, потому что это жесты неуверенного человека. Даже если вы очень боитесь, даже если вы переживаете, жестикулируйте на уровне груди. И самое интересное, что спустя минутку-две вы и чувствуете себя, начнете увереннее, просто потому что ваши жесты высокие. И еще один совет тем, кто боится выступать публично – это смена вектора внимания. Вспомните, когда вы выступаете перед аудиторией и боитесь, скорее всего, вы думаете о себе, о том, как вы выглядите. Вы переживаете, что вы можете забыть текст, что вы можете опозориться. Постарайтесь сменить вектор внимания. Как это сделать? Как минимум, поддерживайте зрительный контакт с каждым вашей аудиторией. Не думайте о себе, а думайте о тех людях, которые сидят перед вами. Как только вы сможете сменить, сместить этот вектор внимания, вы почувствуете уверенность и легкость. И более того, ваше выступление станет более энергичным. И в завершении, если никакой вам метод не поможет, если в процессе выступления вы все равно чувствуете, что вы боитесь, по крайней мере, контролируйте свое тело. Как можно чаще? Говорите себе «я в себе уверен», даже в процессе выступления. В завершении скажу. Если вы хотите преодолеть страх публичных выступлений, научиться удерживать внимание людей, научиться выступать легко, эффективно и производить отличное впечатление как на аудиторию, так и на отдельного собеседника, я приглашаю вас на свой первый ораторский курс, который называется «12 навыков оратора». С вами был Дмитрий Бузовский, тренер по постановке голоса, технике речи и публичным выступлениям. До новых встреч!